Здравствуйте, друзья. Запись пошла. Вы видите у меня железо Валерия Константиновича, который зимой и летом одним цветом. Всегда телогрейки, никакой роскоши. Побывал на том свете, знаю, что загробная жизнь существует. Я решил, буду я жить ради детей. Буду помогать старикам своими рублями, честно заработанными, ну и буду помогать всему садоводцу в целом. Мне Бог дал такую особенность, видеть то, что не видит никто. Я в этом убедился. Десятки моих афоризмов, сотни впервые произнесены на этой планете. Надеюсь, принесут пользу. Принесут уже не моему поколению, оно полностью зомбировано. В плане того, что деревья неправильные, давайте их уничтожать. Нет, вначале их надо искалечить, потом лечить, потом умрут, потом садим новое. Искалечить, лечить. И так повторяется, повторяется. Доказательств я привел сотни. А так как у меня уже с братом и с моими друзьями, кто помогает монтировать фильмы, уже где-то около 2700 фильмов, причем автор всех я являюсь, Это невероятно. Это книга Риконда Гиннеса, но никто мне не вручит ни диплом, ни какой-нибудь, как называется, денежный какой-нибудь приз, чтобы я мог посвятить себя не какой-то банальным вещам, например, что-то вырастить на продажу, а именно распространению нового садоводства, северного садоводства. Вот. Хотя на юге уничтожают деревья точно так же. Там, чтобы их уничтожить, просто еще больше ядов. Сыпят, льют, прыскают. Вот после такого выступления, сегодняшняя тема будет, а это по двое. Почему я выбрал этот участок? Хорошая погода, солнечная. На тех двух участках, трех, выбывали. Этот сразу за дорогой, выбывали много раз. Вот. А этот участок был куплен весной 15-го года. И этим деревьям, каким один год? Два, три, четыре, максимум шесть. Вот. Вы удивитесь удивительной силе роста. Вы удивитесь невероятной жизнестойкости. Знаете, что было в 2019 году? Самое невероятное, холодное, дождливое лето, что Питер или там даже Лондон, туманный Альбион, отдыхают. Настолько все было плохо. И, клянусь Богом, еще раз, опять меня отругают мои эти священнослужители, мои друзья. Нельзя не смей клясться боками, все. Но у них такие правила. А как поверить в то, что у меня? Я показывал фотографии, водил друзей, водил телевидение, водил это самое, ходил с камерой, делался. Ни одного пятнышка грибов, начиная с простейшей там, парши и так далее. Вот. А потом не буду перечислять их, язык сломаешь. Микозами, манилиозами и прочим. Вот. Ни одного пятнышка. А их тут листьев-то было сотни тысяч, миллионы. Ни одного. А я дерево калечил. Но как? Обрезал только по приросту последнего года. На черенковании. Все. И все равно не заболело ни одно дерево. И ни капли яда. Опять приходится. Ни варат, это все. Только в сентябре я показывал, когда было холодно, холодно уже. И опять же эти же дожди-дожди. Появилась парша. Ну, и листья уже погибали. То есть пара пришла. И, естественно, она поселилась, выедая мертвечину, а не здоровые листья. И вот получилось так, что этот полигон, он как бы... Я здесь дал экзамен сам себе. Сколько мне ни было лет. Мне уже было скоро на пенсию. Я уже считался суперспециалистом. А все равно аттестацию проходи. Чисто механически. Все улыбаются. Что же это? Спрашивают, что он знает лучше нас. Этих же самых экзаменаторов. И все равно проходи. И вот здесь я 2015 года сам себе сдал аттестацию. Сдал экзамен. Сейчас посмотрим. Но сейчас вы посмотрите моими глазами. Почему? Итак, пусть будет долго. Он отключится, камера, там, допустим, через 29 минут. Ничего, мы ее снова включим. Что я хочу сказать. Было... Пусть я повторяюсь. У меня, кстати, сегодня вебинар. Он каждую неделю. Запоминайте по понедельникам. Часто мне сейчас звонят, задают вопросы. Я по 30-40 минут по телефону лекции читаю. Как посадить, как это, как мои же косточки, семечки не загубить. Никто же не знает, что такое заглубленная посадка семян на верную смерть. Не знают. А у меня сегодня на вебинаре расскажу. Пожалуйста. Но есть гостевая книга. Там все время печатаются объявления. Когда кто подпишется, то могут приходить автоматом объявления. Что вот было 7-го, 14-го, 21-го. Сегодня 28-й вебинар. И он уже 175-й. И будет еще и 375-й. Нет, звонят и говорят, расскажите. Не знает большинство про эти вебинары сейчас. Вот что беда. А почему это надо знать? Ну, кое-что сейчас наполнить-то расскажу. Невозможно на вебинаре все рассказать. Вот. А как иначе-то? Ведь я возьму журнал, а в нем статья, как загублять эти же самые семена на верную смерть. И еще будет спорить со мной автор этого, что надо заглублять. Ладно. Итак, по двое. Именно они у нас будут или из косточек, семечек, или корневой отводки. Про корневой отводки у нас уже разговор был. Давайте чуть упор сделаем на семена. Итак, пойдем по саду. И, а, я забыл что сказать. Вот это вот письмо, самый крупный, все-таки оплата пришла. Самый крупный, я такой доволен. Подвеснуто, хоть пальцы соси, чуть не сказал грубее. Вот. Значит, тысячу семян человек заказал. Ну, естественно, со скидками. Само собой, я не жадный. И 150 черенков. А на разговор-то начался с чего? Вот пишем себе, что именно вот этот участок он взял. А на этом участке им росли мои же абрикосы. Потому что мы дружили, и сосед раньше мои приобрел. Вот они. Видите? Вон груши. Вот. И подробнее сейчас, чуть позже. А здесь была голая, вот начиная отсюда. Ну, это он искалечил, у него уже мешали вот эти ветки. Вот видите, ветка куда росла? Всюду росла. На дорожку. Надо было ее уничтожить. Вот, видите? Вот. А потом дерево начинает болеть. А потом было три роскошных абрикоса. Вот. Если бы фотографию видели, у вас бы инфаркт хватил. А третий уже я вырубил, то есть спилил. Вон там он рос. Итак, с этого момента здесь было только картофельное поле. Вот. А человек этот, хороший человек, кстати, из Казани, не подвел, действительно оплатил все 150 черенков. А начиналось с того, что я сказал, а черенки заказывать будете? Он говорит, нет, мне не на что проивать. Как случилось, что в течение одних суток первые не на что проивать, и в мыслях не было. А через сутки он заказал 150 черенков. Это полтысячи прививок. А если экономно, то и больше. Как? Давайте возьмем, что он тоже, он говорит, у них с седами совсем плохо в Казани. Он там выразился даже погрубее. Но вот заброшенный участок. Здесь жил мой друг Володя, его отец. Вот. Они оба погибли из-за пожара. Так бывает. Зарос капитально. Вы знаете, что там у него растет? И вот. Он ничейный, а я там фундуки собираю, косточки. Вот. Потому что они уже ничьи. А мы друзья. А мы вменивали сортами. А у него там три растет дерева и плодоносят до сих пор. Так, правда, не сильно густо. Ну, ладно. Раз. Теперь мы начинаем с заброшенных как бы садов. Итак, ну, как обычно, самый популярный сорт до сих пор это яблони. Да? Давайте смотреть. Видите? Перед вами яблони. Одна, две. Так. Невероятные высоты. Летом они такие огромные кажутся. Кстати, вон там три. Ну, если бы вы знали какая-то высота. Если построить трехэтажный дом, по-моему, будут выше. Но зима они не так смотрятся. А вон и четыре. Вот. Потому что культурные погибли при его прививке. И сад просто одичал. Итак. Под ними всегда есть корневые отводки. Видите? Вот. Если вовремя, их можно выкопать. У них сдержанный рост. Они такие же ворозотоки, как сибирки. Вот показать вам, где-то бы сохранилось. Вот в городе есть такое. А, вон они. Вон, вон, вон. Вот. Вон они. Посмотрите. Они настолько мелкие. Не знаю, видите вы или нет. Я боюсь трогать кнопку приближения. У меня было такое. Раз и отключался этот. А, вот они. Вот они. Видите, да? Говорите, что видите? Размером меньше ногтя. Но это высохшее. А так они размером вот такого. Как ноготь. Вот, вот, вот. Ноготь на мизинце. Так. Посмотрели, да? Можно из них выращивать из семечек. Вот. Один путь. У меня таких много выписали в этом году. Не одну тысячу. А второй путь, которым я сам. Я сам лесу находил и показывал вам в других фильмах корневые отводки. Когда они еще размером с пальцы, вот такие я толщиной, вот такие я и выкапываю. И в результате, а у меня к ним приучены, именно приучены к этим корневым отводкам, культурные, крупнейшие, до 500 и больше грамм весом плоды могут быть. Есть такие у меня несколько сортов. Так. И тем не менее, они абсолютно совместимы с сибирками. Значит, мне удалось преодолеть биологическую несовместимость. Но это уже другой разговор. Ладно. Ну, чтобы далеко не ходить. Следующий подвой это груши. Когда-то, вот эту вот, видите, грушу сосед посадил. Она была привита. Он тут же начал экспериментировать. И его любимое занятие. От прививки не осталось даже следа. Дикаря, естественно, не продавал. Стал бы я подставлять хорошего соседа. Прошли годы. Ну, наверное, лет 12. И от следов, от прививки не осталось. А дикарь пошел. Ну, здесь плоды размером, ну, даже не куриные яйца, а в два раза меньше, чем куриные яйца. Вот. Она абсолютно дикая. Вот ее невероятно острые шипы. Спутать невозможно. Так, максимум давало 9 ведер. А так 5-7-9. Вот. И, наконец, почему я ее обрезал. Во-первых, обрезал по железу. Никаких ран на кольцо. Полностью не отрезал. Это смертельный прием, который был придуман в незабвенные века. И до сих пор никто, ни один ученый не сказал. Каравул. Это была страшная ошибка. За все века только в России уничтожены миллионы, миллионы, миллионы деревьев. А которые выжили, это больные, несчастные деревья, которые вынуждены, обречены прыскать, прыскать, прыскать. Вот. Ну, здесь обрезка была мной сделана только потому, что вот эти страшнейшие шипы, страшнейшие, вот такие вот, видите, они могли угробить зрение у детей. Почему? Потому что тут они играют. Вот это и есть уссурийская груша. О ней, если говорить недолго, коротко, значит, она должна была сделать так, что в России груши должны быть давно во всех садах. Что этого помешало? Первое. Не было и нет до сих пор, недавно еще я смотрел множество публикаций, в которых груша уссурийская даже не упоминается. Ну, культурные груши, вы знаете, моростойкость 28-30, самые такие, уже невкусные, ну, 20-33, где-то, может быть, 35 выдержит. Но они уже несъедобные, хотя и считаются культурные. Вот, уссурийская груша выдержит 45, так, но где ее взять? Однажды я прочитал, вот, у, это, кстати, весенний бардак, не обращайте внимания, только снег растаял. Все еще тает, летом, может быть, нет, в эти дни, вот видите, лужа, бывает плюс 2, плюс 5 днем, потом опять все замерзает. Так что не обращайте внимания на этот бардак, который, весенний бардак, приберемся. Вот, и получается, что взялся за эту работу безнадежно. А, вместо груши предлагали ргу, боярышник, черноплодную рябину, красноплодную рябину, еще что-то, яблоню. И все это херня, потому что грушевые сады хоть навязывали, все по двое не пошли. Уж увидеть родственницу грушу, груши, кустарники типа боярышника или другие, это обмудриться надо. Вот, какое же тут совмещение. И вот получается, уссурийская груша осталась на обочине, хотя она живет на нашем Дальнем Севере, на Дальнем Востоке. Далее. Взялся за это Мичурин. Однажды, это я читал лично, он послал телеграмму, была за подписью Мичурина. Он тогда не имел административной власти, но попробуйте не выполнить его приказ. Вот, примерно так было. Это официальная телеграмма, она была опубликована в одной из его трудов. Вот, звучало так. Если не ошибаюсь, там стояла, это была Амурская область, да, Амурская, или Еврейская автономная. Вот. Там была такая фраза. Со всех 20 гектар уссурийской тайги, уссурийской груши, эндемика, собрать плоды, семена и прислать в Мичуринск. Вот такую телеграмму я сам прочитал. Наверное, это была величайшая акция, но она считается несовместимой, опять же, с культурными грушами. Все это я прошел, все это я преодолел. Вот. Это такая особая работа, которую Мичурин начал, но не закончил. Потому что наслоение Минтера – это уже железо, а насыщение Минтера – это Мичурин. Очень разное понятие. Нет. Это как тут первый шаг, а потом железо второй, третий, четвертый. А первый все-таки Мичурин. И это означало, что надо было продолжать. А, видимо, продолжать ли не нашлось. Если сейчас, сегодня я могу показать письма официальные, например, опубликованную в газете, Валерий Константинович, все же занимайтесь выращиванием из семян. Это меня обращались уже с уважением, как селекционеров. У меня две такие публикации от крупнейших садоводов. То есть они сами не отошли от этого. А железо говорит, только прививки. Прививки тоже дают гибриды. Интересный момент, да? Вот из-за этого разочтения у нас до сих пор нет садов. То есть нас призывают все по-прежнему. Нет никаких этих самых. Будем парусный спорт. Не спорт, а парусные суда строить. А никаких дизелей, никаких двигателей внутреннего сгорания нет никогда. Вот примерно так же. Соотношение, чтобы вырастить за 50 лет, ну хотя бы за 30 сорт, используя семянцы, да еще получить достаточно крупные, да сладкие, да практически невозможно. Вот. Еще раз скажу, чтобы вы поняли. Мичурин приводит пример. Он берет семена с привитой сибирки. Сибирка привитая, крупная, вкусная. Он берет семена, выращивает из них потомство. Потомство вступает в отношение, оказывается диким. И тогда он почесал эту самую свою умную голову и сказал, виноват подвой, он испортил. А у меня сегодня вебинар, и я все это буду опровергать, 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 что тот пример непоказательный, что будущее за прививками. И вот перед вами еще раз вывод. Вот этот вот подвой, он нужен именно грушам. Рядом с ним уссурийская, подвой уссурийской груши, вот она, так. Вот, а на нее привита листая красавица. Ну уж как получилось, потому что сосед мой, вот это было участок, да, у него была мания, вот, отрезать нижние скелетные ветки. И где-то еще живо дерево. Вот, такие суперрожаи вы не видели никогда, но это надо смотреть в мои старые фильмы. 2013-16 год. Я приходил к нему и ругался. Вот еще уничтожено. И вот здесь он умудрился фактически уничтожить лесную красавицу. Выжило подвой. Видите, аж где, смотрите. Он ее фактически уничтожил, так, вот он пень, да, фактически. Но, так как я привык и делал низко-низко, у самой земли, то все-таки вот этот побег оказался культурный. И мы имеем сладчайшую на свете грушу. Она входит в тройку, пятерки моих самых сладких груш. А ведь это Франция. Ой, не-не, лесная красавица, это Бельгия. Вот, вот таким путями. Благодаря уссурики у меня бельгийский сорт, который был обнаружен в лесу когда-то, в 19, даже в 18 веке фермером бельгийским. Вот, оказался шикарнейшим. И он оказался в Сибири. И на всю Сибирь сейчас таких деревьев, догадайся, сколько? Несколько штук. Вот, а уж в Европе стыдно, они должны быть сейчас везде. Так, не смотреть на мусор. Вот, только вытаил из-под снега. Дальше. Сколько можно еще говорить про уссурийскую грушу? Чтобы понять, что если... И это касалось и яблонь. Сибирка считается непригодна. Уссурийская груша считается непригодна. Они дикари, страшные дикари. И если бы не проведена особая работа, я давно заслужил государственную премию. Где-то, наверное, и Нобелевскую. Но вы же знаете, я сегодня получил письмо из Швейцарии. Значит, там наша замечательная русская женщина, которая у меня выписала косточки, пишет. Вот. А в эти дни, вы знаете, что творится? Геноцид творится. Вот. Оказывается. И Швейцарию заразили ненавистью к нам русским. Вот видите, как бывает. А почему я это говорю? Опора на свои силы. Это уже само собой. Так. И еще что нам надо? Теперь. Если есть настоящие дикари. Но если они остались дикарями. Вот это дикарь. Вот это вот дикари сибирки. Видите? Они остались дикарями. Я вам показывал, какие там висят эти размером с ноготь. А вот эти вот такие вот. Размеры вот этих диких груш. Вот. Но чего я добился? Я добился следующего. Если я беру, допустим, вот же мичуринский сорт. Называется бельфер китайка. Вы не смотрите, что она так. Так они растут. И там запад. А со стороны запада солнца не хватает. И они отклоняются. Это естественно. Когда сильно густо. Вот эти вот вишни мешают. Получается отклоняются. Так, посмотрим, сколько записи осталось. Ага, еще можно говорить 6 минут. Потом перерыв. Ой, моргает эта зарядка. Все-таки на морозе, даже на легком она быстро садится. Так что второго фильма пока не будет. А мы уже рассказали, что если, ну может быть, уже тогда про абрикосы, сливы. А здесь же тут же по двое растут. Может быть, мы чуть позже. Вот видите, вот это уже обрезка. Обрезка это уже не для добывания черенков. А для будущих черенков. Это матышный сад. Вот. И вон там, видите, внизу. Мне пришлось. Ну, сегодня мы не будем про косточковые. Но мне пришлось отпиливать. Мощно растут по двое. То есть где только слабинку дашь, ниже прививки не просто вылезают. А вылезают такие мощные ветки. Вон они. Пришлось с ними расправляться. Но полностью я никогда не отрезаю. Часть оставляю для чего? Кормить корни глюкозы. О, ау, наука. Когда-то это будет в ваших учебниках. Пока вы об этом не знаете. Убедился сам. Почему? Потому что это когда выпускники, выпускницы Тимирязевки цитируют 100-летней давности, что должен быть штамп от 50-60 до 90 сантиметров. А значит, все это надо было уничтожать. Вот это надо было уничтожать. Вот это надо было уничтожать. То есть оставлять один голый штамп. Вот это. Вот это. А вы видели летом, какие вот эти деревья, они кажутся сейчас небольшими. Вы видели летом, какие урожаи тут? Вы видели 500-граммовые яблоки? А вы видели 100-граммовый абрикос? А? Вот. Боже мой. И меня хотели из меня сделать дурака, чтобы я вот это все поотрезал. Делать штамп. Это из сеянцы. Даже им не положено эти 80-90 сантиметров. Ну и опять отвлекся, как всегда. Я хотел вам показать какое-нибудь небольшое дерево. Вот здесь вот, смотрите. Ну-ка. Ну, короче, я и так скажу на память. Это груша. О, забыл замазать. Черенки брал, последние заказы выполнить. Эта груша называется гигант Подмосковья. Посмотрите на прирост ее, да? Согласитесь, что у нее совместимость прекрасная. Смотрите в глаза. Прекрасная. Это я за вас говорю. Вот. Это показать вам грушу. Вот она груша. Которую я еще не обрезал. Ну-ка, вот эти веточки пригодились бы или нет? Если бы было больше заказов. Читаем. Продолжение следует.